Алексей, вот если бы я вас попросил представить ситуацию, вы одни в тёмной комнате с Владимиром Путиным, который без охраны, что бы вы с ним сделали? Много у меня есть идей, но понятно, что нужно быстрее убивать, вдруг охрана зайдёт раньше времени. Так бы, конечно, если знать, что время бесконечное, то можно его бесконечно там было бы мучить. Ну, смотрите, выборы в России, псевдовыборы в России прошли, Путин себе нарисовал 87% больше, чем было у диктатора Лукашенко в 1920 году, когда происходила в Беларуси революция. Возникает вопрос, зачем Путину так много, что он хотел показать? Мне кажется, понятно, если вы возьмёте цифры его предыдущих четырёх выборов, то у него пятый срок. Поэтому, конечно, никакими выборами это называть нельзя, коронация. Так вот, он явно оставляет ещё место для следующих коронаций. То есть он идёт по нарастающей. Прошлое у него было 70 чем-то, там, по-моему, 77, теперь 87. Ну, так, чтобы в следующий раз можно было сделать 97. Ну, а уже если ещё раз, если ещё у него какие-то его члены будут двигаться, ещё через 12 лет, ну, чтобы уже можно было 100 победных заявить. Это, конечно, всё полностью совершеннейшее безумие. Ничего общего с выборами, конечно, не имеющее. Но в то же время, безусловно, имеющее значение с точки зрения того, что мы в очередной раз, к сожалению, убедились с вами, что он полностью, целиком полностью контролирует Россию. И более того, отвечает представлениям огромного количества россиян о том, каким должен быть их президент, их царь, их император. Они настроены империалистически, милитаристически, реваншистически. Это серьёзный вызов. Это не война Путина. Это война России, к сожалению, в её нынешнем, сегодняшнем виде. И очередной раз мы в этом с вами убедились. Ну, выборы действительно проходили в прямом смысле под дулом автоматов и пистолетов, как на оккупированных украинских территориях и даже на территории самой России. Меня, допустим, удивила ситуация, когда силовики заприметили в Иркутской области мужчину, который там вложил бюллетень в этот ящик, да, и там заметили не ту фамилию, не фамилию Путина, и пригрозили ему отрезать пальцы. Но мы также видели, как украинским женщинам, ветеранам даже украинским, подходили с автоматом и угрожали им, чтобы они голосовали за того, кого нужно. Но вот, тем не менее, неплохо прошла эта акция «Полдень без Путина». Прошла за пределами России, в разных городах. И ключевая цель этой акции была не признавать легитимности Путина, чтобы Запад заявил, что Путин нелегитимен. Почему Запад не признаёт и насколько это было бы полезным для Украины, если Запад сказал, что Путин нелегитимен? Это суперважно, суперважно. Недаром мы ещё в прошлом году, я был одним из тех, кто в своё время, ещё несколько лет назад, когда Путин вот эти обнулил свои сроки, и мы тогда инициировали в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовку доклада о том, насколько это всё нелегитимно и может ли он в пятый раз куда-то баллотироваться. И вот в прошлом году такой доклад был подготовлен. Докладчиком был депутат из Нидерландов Питер Умсек. Кстати, сейчас один из тех, кто теоретически может стать премьер-министром Нидерландов, там идёт сложная коалициада, и его партия набрала третий результат на недавних и последних выборах в Нидерландах. Так, возвращаясь к теме нелегитимности Путина, Парламентская ассамблея Совета Европы в прошлом году чётко сказала, Путин не имеет никаких права больше баллотироваться ни по Российской Конституции, потому что её же тоже можно открыть и почитать, ни по международному праву. И, в общем, фактически мы заложили основу для того, чтобы не признавать легитимность Путина. Это очень важно. Об этом говорил уже сегодня утром на французском телевидении, и об этом нам нужно всем говорить, везде, где мы можем, что он, конечно же, нелегитимен. Даже его называть правильно не президент, а самопровозглашённый президент, диктатор российский, ну как угодно, но всё-таки президентом он тоже не является. А что бы того, если бы Запад условно так сказал? Это бы пошатнуло позиции Путина внутри России с точки зрения его элит? Думаю, что это бы пошатнуло его и внутри страны, но очень важно для нас, это бы пошатнуло его серьёзно вне страны. К сожалению, давайте честно скажем, что после того, как, наверное, такой пик его изоляции, был это решение Международного уголовного суда, который выписал ордер на его арест. Но, к сожалению, после этого Путин, в общем, эту изоляцию в какой-то мере прорвал, его поездки не только в центрально-азиатские страны, но и дальше арабские страны и другие, это всё, на самом деле, к сожалению, показывает, что он эту изоляцию прорывает. И нам очень важно держать его в этой изоляции, её ещё и углублять. Поэтому для нас очень важно ставить вопрос о нелегитимности Путина. Тем более, что из его первой же пресс-конференции, если вы видели её, ему был поставлен вопрос, я не буду говорить слово журналистом, пропагандистом Соловьёв Лайф, про то, значит, вот ваш мандат продлён, блестяще, а вот, мол, у Зеленского мандат не продлён. И он сказал, мы будем изучать этот вопрос, мол, сейчас... Вот я хотел, кстати, спросить, учитывая, потому что ранее президент Зеленский заявил о том, что началась кампания, и Путин её запускает постепенно, кампания, которая должна подорвать легитимности президента Украины и, в принципе, украинской власти. И на Западе уже это знают, но кампания нацелена в большей степени на страны глобального юга, так называемые. И вот вопрос к вам. Вот когда этот журналист, псевдо-журналист задал Путину на итоговой пресс-конференции этот вопрос, что, мол, Путин легитимен, а Зеленский не совсем. Это означает, что Путин запустил эту кампанию окончательно? Однозначно. И сейчас она... Он её запустил ещё до своих, так называемых, выборов. А сейчас он будет её только раскручивать, потому что он будет... Вот этот тезис, это очень важный для него тезис, который сейчас будет звучать из каждого утюга, и в это будут вкладываться серьёзные ресурсы. Посмотрите, а где же демократия? Вот я пошёл на выборы, и там вот меня все россияне меня обожают. А вот Зеленский на выборы не идёт. Тут не важно фамилия украинского президента. Важно то, что его задача будет подорвать легитимность украинской власти. И он этим будет заниматься, в это будут вкладываться колоссальные ресурсы. Это нужно понимать. И когда вы говорите, что основной целью будет глобальный юг, я... ну, он, безусловно, будет очень важной целью. Но я скажу вам, что, к сожалению, целью будет и Соединённые Штаты Америки. И целью будут и европейские страны. Ну, тут с этим будет легче. Но целью будет и внутри Украины. И однозначно вы, ну, те, кто там активно в социальных сетях, общаются с людьми, смотрят видео, знают, что... Ну, например, есть тема, которую постоянно разгоняют в украинский... Я уверен, что это не без России происходит. Что якобы Украина не объявила войну России, что вся война незаконна, что у нас неправильно введено военное положение, а война не объявлена. Это все, как бы, кажется, ну, какая-то конспирология, казуистика. Но на самом деле за этим же идет следующее. А раз так, значит, не нужно соблюдать эти законы, значит, не можно и нужно уклоняться от мобилизации, значит, раз, два, три, четыре, пять, значит, все незаконно. И сейчас вот это все будут еще и накладывать. А посмотрите, срок прошел, и я думаю, что компания будет набирать обороты. И ее пик, думаю, стоит ожидать после 20 марта, извините, после 20 мая, когда пройдет пять лет с момента инаугурации Зеленского. Я думаю, что здесь будет пик. Это будет серьезная компания, к этому нужно готовиться к Украине как государству, к этому нужно готовиться украинским гражданам, для того, чтобы объяснять, говорить, почему в Украине выборы не проходят, что у нас сейчас законодательство это не позволяет, и самое главное, что жизнь, реальность не позволяет это сделать. Ну, мы не в состоянии сегодня провести выборы в Украине по миллиону причин. Ну, там Россия поднимает миг, этот воздух, целый день воздушная тревога. Где проводить выборы в убежищах, сколько туда придет, а что делать в приграничных территориях, а что делать в Херсоне, Запорожье, и так далее, на Донбассе, и так далее, а как голосовать сотням тысяч людей, которые в окопах, а как голосовать миллионам, которые в Европе и других странах. В общем, колоссальные вызовы, на которые нет просто ответов. Мы не можем провести в нынешних условиях выборы. Поэтому это нужно все, но это все нужно объяснять. Само собой это не произойдет. Впереди нас ожидает очень серьезная атака на легитимность украинской власти. И будучи... Вы знаете, что я всегда был оппозиционером Владимиру Зеленскому, являюсь им и сегодня, но я хочу вам сказать, что это очень важно, здесь нам быть едиными и говорить, что нет никаких вопросов о легитимности украинской власти. Украинская власть легитимна. И президент, и парламент. И даже не оставлять, знаете, никакой здесь щели, потому что это может иметь очень пагубные последствия для Украины. Здесь нам нужно очень четко быть в единой позиции, но и очень четко, повторюсь, работать государством. Не игнорировать этот вызов, а четко, ясно объяснять ему всему миру, что реально, какова ситуация. Во время своей итоговой конференции, пресс-конференции после этих псевдовыборов, Путин также заявил, что учитывая вот эти рейды российских добровольцев в Белгородскую и Куртскую области, в том числе, особенно в Белгородскую область, что необходимо будет создать санитарную зону, так называемую, в Харьковской области украинской. И к этому необходимо уже готовиться, как сказал Путин. Правильно ли я понимаю, что вот ключевая цель Путина в ближайшие полгода-год, это именно Харьковское направление и создание вот этой так называемой санитарной зоны? Смотрите, безусловно, это угроза, и безусловно, здесь нужно быть очень внимательными. Если мы говорим о ключевых целях Путина на ближайшие годы, то я бы сформулировал таким образом. Я считаю, что основная цель Путина это Одесса и Харьков. Я думаю, что основной целью Путина, конечно, два года назад была вся Украина, может быть, за исключением западной Украины. Но однозначно в его планах был Киев. И это для него было целью номер один. И это было понятно и по боевым действиям, и по попытке Блицкрига, и все остальное. Однако кажется, что даже Путин понял, что, в общем, Киев взять он не может. Это невозможно, в принципе. И его заявление неоднократное в последнее время, что Украина – это Киевская, Житомирская и Черниговская области, о том, что вот эта карта за спиной Медведева безумного, этого алкопробника российского президента. Так вот, если вы помните эту карту, то там Киевская область – это Украина вместе с Киевом, все остальное – там Польша, Румыния, Венгрия, а Одесса и Харьков – это, значит, центры российских новых территорий на территории Украины. И я думаю, что это все не случайно. Ну и Путин Одессу вспоминает постоянно. А почему он ей так мстит? Почему, за что он мстит так, Одессе? Потому что он ее очень сильно утюжил как раз вот в эти дни выборов. Да, и продолжает это делать. Но здесь, смотрите, можно искать какие-то эмоциональные факторы. Ну, наверное, он действительно во голове одесситы должны были встречать его с цветами, одесситы его встречают с оружием в руках, и мы его не видим. Мне просто рассказывали, вспоминали, что на самом деле Одесса – это первый украинский город, который сказал Путину нет. Еще очень давно, в 2014 году. Абсолютно верно. Это был март 2014 года, и, собственно говоря, я был автором решения Одесского облсовета, которое было проголосовано. Тогда Одесский облсовет, это удивительно, может кому-то показаться, но был первым, который осудил иностранное вторжение в Украину. Ни Львовский, ни Ивано-Франковский, Одесский облсовет это сделал. Это был очень важный момент в первых числах марта 2014 года, который показал, что вот в Одессе этот донецкий, крымский сценарий не пройдут. Но я думаю, что здесь не только эмоции. Возможно, есть и эмоции, но тут есть, к сожалению, абсолютно четкий стратегический расчет. Его задача – отрезать Украину от моря, потому что это основа экономической основы Украины. Мы все видим, что происходит на границе с Польшей. Мы понимаем, что если Украину лишить доступа к морю, то это уже страна, которой очень тяжело будет. Во-первых, это какой-то вообще жуткий сценарий, но даже если представить себе его, то без доступа к морю Украина не жизнеспособна экономически. Раз. Второе – это для него доступ, а ему очень важно, Черное море. И вы видите, что Украина, имея доступ к морю, даже не имея флота, но просто доступ к морю имея, уничтожила уже значительную часть Черноморского флота и продолжает это делать. Несмотря на… Да, у нас там все непросто на сухопутном театре боевых действий, но на морском театре у нас потрясающие реально успехи, невероятные на самом деле, которые никто даже поверить не мог два года назад. И все это обеспечивается чем? Доступом Украины к морю. Одесса – это военно-морская столица Украины, а Одесса – это крупнейшие гавани Черного моря. Одесса – это крупнейший город на берегу Черного моря. У нас миллион жителей в Одессе. Второй город Черного моря – это турецкий Самсунг – 700 тысяч. То есть Одесса – это столица Черного моря, самый большой город по населению, самые большие гавани и самые известные во всем мире. Поэтому, конечно, для Путина это стоп-цель. Следующее – это Приднестровье. То есть Одесса – это выход к оккупированному уже де-факто России Приднестровью и нависание над Молдовой, которую, конечно, Путин хочет забирать. Поэтому для него это направление южное, оно для него совершенно ключевое, оно для него совершенно стратегическое. Ну а что касается Харькова, понятно, его роль – это первая столица Украины, это второй крупнейший город Украины, это всего лишь 30 километров от границы с Россией, это крупнейший промышленный центр, научный центр, то есть его значение огромное, поэтому, ну и он очень близко. То есть логистически, к сожалению, для российских войск удобно там провести боевые действия и атаковать эту территорию. Поэтому я думаю, что эти два направления для Путина являются такими очень стратегическими. То есть если говорить о тактических его целях, я думаю, что это все-таки Донбасс. А вот если говорить о его стратегических целях, то это, конечно, Одесса Харькова. А что вы скажете, как вы оцениваете вот эти рейды в Курскую и Белгородскую области российских добровольцев, в РДК и других? Потому что тот же Буданов, глава военной разведки Украины, сказал, что война переходит в новую фазу. Как раз вот из-за этих рейдов. Что скажете? Я хотел бы к предыдущему ответу только добавить, потому что это очень важно. Я, к сожалению, вижу, как сегодня ширится, и особенно в Одессе и Харькове, по причинам понятных, прям такие, ну давайте будем честными, местами панические настроения, потому что реально это очень тяжело, и эти атаки безостановочные, и люди очень переживают и видят эту нацеленность России на эти регионы. Я хочу успокоить всех, кто нас смотрит. У России нет сегодня никакого военного потенциала взять Одессу и даже приблизиться к Одессе. Никакого. Абсолютно уверенно и твердо это говорю. К сожалению, с Харьковым у них есть возможность приблизиться к Харькову, потому что они и так в 30 километрах от него. Это реальная ситуация. Но взять Харьков, у них тоже возможности нет. И опять же, я в этом абсолютно убежден. Но, конечно, Харькову сложно, потому что, повторюсь еще раз, из-за вот такой совершенной близости. Одесса защищает и наш успех на Черном море, и Днепр. Слава Богу, то, что с правого берега мы выбили врага. И вернуться на правый берег им сложно, а в нынешних условиях просто невозможно. Но я все-таки хочу повторить еще раз, не нужно паниковать. И это точно мы не в той ситуации, потому что многим кажется, что нам чуть ли сейчас ситуация чуть ли не хуже, чем в феврале 2022 года. Это неправда. Это просто уже эмоции, это усталость, это в том числе российская пропаганда, это ИПСО, это все вместе. Но с военной точки зрения несопоставимые ситуации. Наша армия сегодня в разы сильнее, чем она была два года назад. Здесь можно долго об этом говорить. Теперь, что касается вашего вопроса, извините, но мне кажется, это было очень важно. Да, конечно. И об этом очень важно было сказать. Что касается вашего вопроса по поводу этих рейдов. Вменные фазы войны. То есть Буданов говорит, что эти рейды поменяли абсолютно полностью картину войны, то есть это новая фаза. Я не военный эксперт. Я не знаю, что на самом деле в военном смысле означают эти рейды. Давайте будем откровенными, но пока каких-то их больших успехов, этих рейдов мы не видим. Я хочу, чтобы всегда вышла, знаете, откровенный разговор. Потому что 2-3 недели, кофе на набережной Ялты, готовьте плавки, бикини, купаться в Крыму. Мы все это слышали уже, но мы живем в другой реальности. Поэтому я не знаю военные, скажем так, я пока не могу оценить, как супер успешные. Но с чем я абсолютно согласен, что я считаю очень важным, это переносить войну на российскую территорию. Пока на российской территории война не ведется, ну так, в принципе, по большому счету, к чему мы ждем, что Россия когда-то вообще остановится, если вся война происходит на нашей территории. И в 2023 году, опять же, я не претендую, мой месяц в территориальной обороне, когда мы защищали Киев, не дает мне права быть военным экспертом. У нас сейчас как-то все военными экспертами стали. Но что я могу однозначно сказать, что не нужно быть Наполеоном, чтобы понимать, что мы в 2023 году атаковали точно там, где нас ждали, тогда, когда нас ждали, и так, как нас ждали. И это, как по мне, является главной причиной того, что успеха мы не добились. И с моей точки зрения, в 2023 году те силы, которые были сформированы, если бы атака была нацелена на Белгород, например, мы же видели рейд Пригожина от Ростова до Москвы, как нож практически через масло в Вагнер Групп шла просто за сутки. Поэтому там нас не ждали или ждали не так, как в Запорожской области. А мы по разным причинам, в том числе из-за того, что мы ограничены определенными требованиями наших союзников не использовать западное оружие на российской территории, мы этого не сделали. Но, с моей точки зрения, повторюсь, если взять чисто военную составляющую, намного более эффективной была бы атака там. И с точки зрения политической, это тоже было бы для россиян намного болезненнее. Потому что, когда они слышат о каких-то там, не знаю, обстрелах или там сражениях на поступах к Мелитополю, но это одно. А когда они понимают, что Белгород, областной центр России, там находится под угрозой и атакой, это для них совершенно другое вообще. Поэтому... Зеленский, кстати, тоже говорил, что, кстати, это интересно, что не только вопрос встал о ограниченном количестве вооружений или техники, которые отправлял Запад, но также и о том, что информация попала, легла на стол Кремля со стороны Запада. Он намекнул на это во время пресс-конференции, помните? Да, ну мы слышали, он сказал, что у него информация была, слово «Запад» он не сказал. Не, ну это можно было понять, можно было понять. Да, там были разные трактовки. Одни это восприняли, как то, что он сказал, что есть предатель в каком-то высшем военно-политическом руководстве Украины. Может быть, он имел в виду, что это со стороны Запада пришло. Не знаю, тут, что называется, ему виднее, но повторюсь еще раз, что, конечно, по возможности мы должны переносить войну на территорию Российской Федерации. Я считаю, вот если говорить о том, что точно является успехом, безусловно, это атаки на энергетическую инфраструктуру российскую, в первую очередь, нефтянку. Это абсолютно правильно, это 100% правильная тактика и даже стратегия. нам нужна вот эта их сильная точка, но в то же время это их ахиллесовая пята и максимально бить по ней. И я думаю, что второй нашей целью, конечно же, должна быть ВПК российская, там, где мы дотягиваемся. Вот тут есть проблема, конечно, что, к сожалению, Россия дотягивается до каждого сантиметра украинской территории, а мы дотянуться нам там в Сибири или Дальний Восток, но только акциями, диверсионными, саботажа. То есть это намного сложнее. Но всё равно именно это, мне кажется, и есть основа той асимметричной. Мы должны воевать с ними асимметрично. Вот как в Чёрном море мы воюем асимметрично, и у нас есть просто суперрезультаты. А там, где мы пытались с ними воевать симметрично, условно, танковыми колоннами наступать на бетонные укрепления и минные поля, результаты, в общем, мягко скажем, нехорошие. А как Вы считаете, потому что многие российские экономисты, и не только российские, мне говорят, что смотри, не хватает у Путина уже денег для того, чтобы держать контрактную армию, чтобы выдавать там 12-27 миллионов похоронных, чтобы оплачивать там огромные, десятку тысяч долларов оплачивать только людям, которые куда-то идут, чтобы повоевать. Как Вы считаете, Путин начнёт массовую мобилизацию после этих псевдовыборов? Или у него нет возможности такой? Смотрите, я думаю, что после этих псевдовыборов открывается определённое окно возможностей для него по мобилизации. Но также я думаю, что на сегодняшний день у Путина, ну давайте будем откровенными, нет большой необходимости что-то серьёзное менять с точки зрения мобилизации. Система, которую он сегодня выстроил, выглядит следующим образом. После шока осени 22-го года, когда они осознали, когда был провал под Харьковом, кстати, очень болезненно, что вот тогда у нас не было Леопардов, Брэдли и всего остального, нам не с чем было этот успех закреплять и преследовать их. Вот после потери части Харьковской области и правобережья Херсонской области, самого города Херсона, то, конечно, этот шок вынудил провести частичную мобилизацию, как он её, собственно, так назвал, и такой она и была. Но после этого они выработали систему, при которой они фактически пылесосят бедные регионы России через финансовый аспект, фактически покупая жизни этих людей в самых... То есть, знаете, такая, ну, полностью людоедская тактика. Они загнали их там в полную бедность. Эти районы, это не Москва, это нищие районы, в которых действительно, ну, когда они пришли в Украину, давайте тоже будем честными, не самую богатую страну Европы далеко, да, одну из беднейших стран Европы, но даже одна из беднейших стран Европы и Украина для них выглядело как что-то нереальное с дорогами, светом, с тунитазами и туалетами в домах, потому что они вышли из полной нищеты, такой нищеты, знаете, какого-то почти средневековой. Вот их он держит вот в этой нищете, а с одной стороны, выкачивая ресурсы на войну и на коррупцию, а с другой стороны, потом, имея таких вот нищих людей, он их легко превратит в пушечное мясо, просто фактически не колпив их жизни. Этот механизм, он позволяет набирать по разным данным около 30 тысяч человек ежемесячно в России, и у него сегодня объективно, сегодня у него необходимости в какой-то большой мобилизации, которая будет непопулярна. Мы же помним, что частичная мобилизация, наверное, это был самый сложный этап в его политической жизни. Вот она его, ну, пояснее считать, мятежа в Агнер-Группе. То есть это было прямо, заколыхались эти основы, потому что, в общем, основа его договоренности с российским обществом, что я делаю, что хочу, но я вас там, ну, до определенного предела, я вас там не трогаю, вот с Москвой, условно говоря, с Москвой и с Петербургом, я вам обеспечиваю комфортную жизнь, а при этом делаю вообще абсолютно все, что хочу, но вас не трогаю. И вот эта договоренность, у него была нарушена тогда, осенью 22-го года. Поэтому я не думаю, что он сейчас пойдет на большую мобилизацию, в первую очередь, по причинам политическим, не по причинам экономическим. Потому что в тирании, которая, ну, это уже даже не автократия, потому что Россия уже перешла в стадию автократии к следующей, это уже таким более глубокая стадия, в такой стране, собственно говоря, ну да, выборы имеют какую-то сакральность, ну, дата перед назначением, она имеет, конечно, какую-то сакральность, но все-таки, то есть это уже не главное. Для него главное, это иметь, это силовики, их поддержка и твердая более-менее опора в столице. Это, в общем, ключ к его режиму, поэтому он не будет, я думаю, рисковать вот этим определенным общественным договором, который в России он же сам создал. Играет музыка. Играет музыка.